Тяжело в учении, легко в спасении. В среду в областном центре сотрудники МЧС соревновались в умении ликвидировать последствия ДТП. С дорожными катастрофами спасатели сталкиваются нередко, потому важно все действия на месте происшествия довести до автоматизма. Пожарно-спасательное подразделение сейчас привлекается в основном на все ДТП, которые происходят на территории Ивановской области с пострадавшими. Но если взять за прошлый год, то более тысячи выездов пожарно-спасательное подразделение произвели именно на ликвидации последствия ДТП и оказание помощи пострадавшим. Участники 14 команд из разных муниципалитетов. Каждая бригада работает только со своим оборудованием, чтобы руки не отвыкали и до мелочей помнили спасательный инструмент. Конуса используем для ограждения места, медицинская аптечка, там шины, жгуты, винты и тому подобное для оказания помощи. Ну, вот используются еще вот такие вот подставки под колеса, чтобы машина не двигалась вперед-назад. Ну, и основным инструментом является гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Он применяется для разжима открытия заблокированных дверей, резки стоек автомобиля для, допустим, демонтажа крыши автомобиля. Работает он таким образом. Это комбинированные ножницы, то есть этими губками мы разжимаем, здесь мы режем. Вводная одна для всех команд. В результате ДТП произошел разлив топлива. В автомобиле двое пострадавших с серьезными травмами. Двери машины заблокированы. Необходимо потушить условное возгорание, освободить водителей и пассажира и, оказав им первую помощь, незамедлительно передать медикам, пока не истек так называемый «золотой час». Это именно то время, когда при различных повреждениях, повреждения организма, они возвратимы. То есть человеку можно оказать помощь. Судьи оценивают не только скорость выполнения задач, но и правильность действий. В волнении некоторые участники делают ошибки. Пока каждый просчет стоит несколько штрафных баллов. И лучше сделать работу над ошибками сейчас. Ведь на месте реальной катастрофы на спасение будет только один шанс. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова